Добрый вечер! Wall Street Online. Быстро пробежимся по событиям, которые ждут нас на следующей неделе. С вами Мишель Лема, компания Wallfix и мы начинаем. Значит, на следующей неделе будет немного событий из экономического календаря. Я думаю, что более сейчас важнее события, которые будут происходить, и выборы в Германии, и в Японии выборы, если я не ошибаюсь, тоже это все за выходные должно пройти. И, соответственно, это особенно вопрос Германии, выбор без выбора, как говорится. Меркель уходит явно уже на отдых и, соответственно, может и глобально измениться ситуация с Германией, или же все останется на тех же рельсах. И, соответственно, за этим сейчас наблюдают те, кто профильно держит какие-то акции. BMW, Daimler, Mercedes, Adidas и так далее. В любом случае, любые сильные изменения в политическом плане, в такой стране, как Германия, Франция, Англия, США, Россия, Китай, Япония, следит вся планета, и биржевики в том числе. Поэтому после выходных может очень штормить. Поэтому будьте осторожны, если позиции ставили на выходные. И, особенно на слабо ликвидных рынках, будьте очень-очень... Ну, в общем, терминалов в работе. Но все-таки экономический календарь нам предоставляет немножко событий. Более-менее латвый понедельник там будет Лагард выступать из Евроцентробанка и Бейли. Бейли. Это глава Банка Англии. Вот. И также у нас, получается, в среду Пауэлл выступит. Ну, в общем, череда пять выступлений после выборов. И, соответственно, нальют воды, как информацию, и толком ничего не скажет. Британия. Второй квартал ВВП. 4,8 прошлое. Ждут точно такое же. Я сомневаюсь, что это будет именно так. Германия в 10.55 четверг и считается по безработным. То есть на выходных выборах еще в четверг добьют немножко по безработице. Тоже ВВП США за второй квартал 6,6. Ждут тоже 6,6. Как-то они слишком прям хвостиком ходят друг за другом. Процентные ставки не поменяли и так далее. На этой неделе как раз были процентные ставки, ничего не изменилось. Поэтому идем пока по накатной. По программе смещения, вот этой вот амортизации якобы последствий от пандемии. 8 триллионов, если не ошибаюсь, какой-то там финансистный считал, что по итогу сворачивания этой программы, куда эти 8 триллионов ушли, какие они там покупали. Такое ощущение, что они их выделили просто, чтобы скупить акции, и монополизировать полностью. Ну, Федрезерв это по сути частная компания, да. Они это все дело покупают под каждый кризис. Кризис создают. В прошлый раз, в 2008-м все скупили, сейчас все скупили по полоям. И соответственно 8 триллионов ушло на фондовый рынок. Якобы они спасают экономику, но я думаю, что они не спасают, они просто ее скупают полностью в монопольном режиме. 8 триллионов, это, наверное, треть госдолга США текущего. Это все вот, ну, печатание долларов. И на повестке дня постоянно про инфляцию говорится. Они на 3, 8 триллионов просто, вот, какая инфляция? Там уже давно никто не контролирует это все дело, судя по всему. Но, в любом случае, на повестке дня стоит постоянно про эту инфляцию вопрос поднимается. Про Китай какие-то, опять же, акцентируют внимание по строительной компании. Но, я думаю, что Китай даже абсолютно не волнуется за этот вопрос. Там намного интереснее есть проекты. Как минимум, хотя бы завершить шелковый путь уже полностью по земле. Так, пятница будет лайтовая, 1 октября. И как раз 4 октября на открытый вебинар приходите. Будет информация о анализе биржевых данных именно в режиме real time. Скорость, технические моменты, вспомогательные штуки. Так, ну, начнем. Небольшая такая информация. Попался мне ролик на ютюбе. Деньги не спят. Василий Оленик пригласил Степану Димуру на интервью. Очень давно уже не видел Степана. И я его помню еще, наверное, смарт-лаба не было. Причем он остался с таким же фаганьком в глазах. Постоянно доказывает свою концепцию, теорию. И стоит на своем. Это очень круто. Вообще не изменился. Порадовали. Спасибо Васе за то, что пригласил Степану. Смотрите, прям. Можно даже не слушая, а просто понаблюдать, как они жестикулируют. Хороший дядька. Стабильный, без изменений. Итак, Сиель. Так что, кто не видел еще, называется ролик «Финансовый мир без розовых очков». Кажется так. Рекомендую посмотреть, кто помнит еще Степану Димуру. Шальные годы. Тушенку. Покупать срочно. Было весело. Так, это у нас Сиемпи, нам нужно Сиель. Итак, по Сиельке. Значит, нефтянка у нас первая. Из пяти сессий. Четыре на покупку. Но я думаю, по итогу недели вы и сами видите, что здесь это все уже по цене. И так отобразилось. То есть, в целом, затарка была еще на той неделе. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Они продавили все-таки 72-ю. И давайте посмотрим по открытому интересу, что там у нас. Да, смотрите, прям, ну, перед выходными сбросили частично явно. То есть, небольшой сброс. То есть, у них, судя по всему, еще есть какие-то цели дальше идти на север. Так как близится холодный сезон, он уже пришел практически. И ценник, как я говорил, в сентябре, в октябре очень часто любят поднимать высоко баррель нефти по цене разными правдами и неправдами. Но, чтобы продать на зиму побольше, ну, подписать контрактов на поставку вот этого горючего для натопления. Значит, площадка, с которой они потихонечку затарились, это у нас 69-30 по 68. Расширились 70-й уровень и вот протестили тоже близняшками, торговали. Значит, по дельте, еще раз напомню, 4 сессии из 5 на покупку. То есть, вот у нас начинается 20-е, 21-е, буквально пидстоп, но все равно open-class на buy перед пробителем. И 1900-й 2 с половиной, причем это пятница, закрывается на 74-й. Давайте ядро зафиксируем. Оно сформировалось сейчас у нас, получается, ну, я бы выделил 72 по, ну, с которой они стартанули, 71-е, потом промежуточное. Вот здесь, получается, среда плюс четверг. И вот на хаях, обратите внимание, 73-15 и вплоть до 74-й все на покупку. Буквально там пару цен на хаях, а вот это 73-95, пофиксили. А так в целом, покупка вот на верхушке недели, прям вот два дня, это очень неплохой признак, что есть у байеров вроде еще какие-то цели дальше идти. В общем, вот эту локацию, если будут люто удерживать на следующей неделе, там понедельник, вторник, среда. Но опять же, понедельник может быть достаточно штормовой, потому что выборы, там, во вторник, допустим, какие-то будут результаты. Будьте аккуратны, то есть, я вас предупредил, не забудьте поставить лучше напоминание. То есть, если не торгуете, даже будет, возможно, прибыльнее. То есть, не вляпаться в эти штормовые движения, потому что они происходят спонтанно, необъяснимо. И размер волатильности, ну, я сколько пытался собрать статистику, вывести какую-то расчетную, она, это бесполезно. То есть, может быть, волатильность самая большая, вот именно в понедельник в следующий. Ну и плюс, если вы помните, когда было минус 40 долларов за баррель нефти, никто этого тоже никогда бы не мог предсказать, что может такая быть ситуация. Я где-то даже скриншоты сохранил, как там просто вот валился до минус 40 долларов нефтяник. И там последние вот эти объемы на минус 40. То есть, рынок падал, пока был продавец. И вот до этого уровня там кто-то шортил. В общем, 73-ю, если будут плотненько удерживать, ну, еще есть какие-то надежды на вот этот коридор 72 с половиной по 71,8. То есть, тут такой есть промежуточный небольшой саппорт. Могут, то есть, в принципе, вполне допустимо. Коррекционный момент как раз до этого уровня вполне еще в норме. Тут как раз третья площадка, начиная с 71,7. Кстати, я до сих пор не выздоровел. 72,2, то есть, немножко хрипотаясь. Вот, то есть, сопротивление 70-95, но я уверен, что там фиксация была. Никакой особо агрессивный там локация со стороны продавцов не будет. Аккуратненько, системно, технически прошли 4 сессии аккурат. Причем все на опенклосс на покупку. То есть, целенаправленно. Вот неделя была на баре, неплохо. Так что, коррекционный момент допустим до 72,5. И здесь уже уровень я вам выделил. То есть, вот здесь по боковое. Видно отчетливо. Так, давайте еще разглянем еще. Открытый интерес удерживается. Это максимальный объем в тиках. И процентный перевес 1,1,1,1,0,8,0,7. Отлично. Просто в аккурат, идет ровненько. Так, двигаемся дальше. Так, ну, так как в Европе, вернее, в Германии будет сейчас смена престола. Явно еврик пройти мимо будет неправильно с моей стороны. Значит, еврик, еврофичный контракт на паре евро-доллар. Это склейка. По последней технике растроговки у них вот эта ступенчатая структура пошла. Очень похоже на S&P. Как-то было пару лет назад тоже вот такие вот 3-4 дня просто шторм, ну, боковой. И потом резко вот такие импульсы и снова боковик. Вот сейчас, неделя перед уикендом. Как видите, инвесторы, вернее, трейдеры, не уверены пока еще. Потому что 2 дня вроде открывают немножечко совсем. И потом столько же практически закрывают. Значит, неделя началась там 643. Благо там 651 закрылась. То есть, позиции еще открыты. Это по открытому интересу показатель. Ну, и нижняя гистограмма. Далее. По ВВП 184 и ближайшие 1,18. Это вот за месяц. Также по ликвидности. Даже в сравнению с прошлым контрактом. У нас получается 168. Достаточно. 189-190 уже были интересные объемы на еврике. На этой неделе было 180, как раз 22 числа. Это как раз выносто прибыло в этот день у них. Потому что они там в боковике были два дня. И они потом таким хвостом выкинули всех, кто на покупку был. Обратите внимание, что неделя, ну, где-то 4 или 5 даже. Ну, 4 так точно совпадают. Вот коридоры и ядра дней. Да, вот здесь 3 прям вот таких хороших массива. Причем в разные дни. Это вот выносто прий. Здесь 3 совпадают. То есть диапазоны плотно очень просто сформировали. И по срезу за неделю. То есть здесь у нас получается по псевдо, как бы условно, да, сопротивление. То есть массивность, которая в результате как бы расширил коридорную продажу. У нас по ней ее тестировали. Хоть там суммарно как бы по дельте и покупке отображается. Но опять же, это склейка была. Сейчас мы подгрузим данные чисто текущего контракта, но свежего. Там буквально 2 недели она только торгуется. Поэтому там будет уже гистограммка по дельте по ценам. Намного чище. Сейчас чуть погрузится. Потом набить биткоин посмотрим. Ровно ликвидность на прошлой неделе. Чтобы не происходило, ведь ликвидность идет на одном и том же уровне. То есть участники рынка на паузе. Это работает, скорее всего. Там бюрократическая машина, маркетмейкеры, которые стабильно ежедневно работают, чтобы не происходило. И вот небольшой вброс был. Как раз они шатнули немножко рынок, растормошили. И снова ушли на 150, 160, даже 110 вот сегодня, 146. То есть массивы практически все 5 стоят в одном коридоре. И по срезу за неделю ядро прошлой недели у нас как раз 18,28 по 18,48. Промежуточная ликвидность в районе 17,84 и текущее ядро, начиная с 17,60 и заканчивая с 17,30. 173, 176 берете как ядро недели. Это как раз из этих двух массивов. Формируем вот здесь три ядра. И совпадает вот здесь три, только понедельник, четверо-пятница. И тот и тот уровень, как вы видите, итогово суммарно по каждой цене набрали в основном байера. Давайте посмотрим по нижней гистограмме. Из пяти сессий одна только немножко была на продаже. Все остальные, даже вот 8,400 было на бай. Вот этот уровень поддержки они так и удержали пока. Если ценник не уйдет, могут с топори снять явно шторм может быть очень. Поэтому выглядит все очень вкусно. Бери, не хочу, как бы, то есть очень коварная ситуация. Но вот на вы-кенде может что-то случиться. Какие-то смена настроения голосующих. Выбор без выбора, конечно. И в общем 17,88 это вот EWP, которые могут протестить. И тут как раз уровень сопротивления. То есть тут вот эти объемы очень такие коваренькие, поэтому его нужно прослеживать. Вот такая сейчас картина на еврике. Сейчас мы включаем биткоин. Итак, биткоин сейчас октябрьский контракт. Вот только перешел на объем первый день. И на этом контракте в целом, я думаю, пока выборы не пройдут, нет смысла дергаться. Хотя уже есть какие-то предпосылочки, закупки. Давайте посмотрим по дельте. Нет, вот да, были 150, 195 и всех выбрасывают. Видите, уже наполовину сброса вернулись, ну, грубо говоря, там 43, 085, 43, 200. И вот этот маневр особо никого не пугнул, не спугнул, и они особо не закрылись. То есть, по сути, без изменений. То есть, просто явно сбросили байеров. Тут вылетали 24, 28, 24. Вот здесь покупал, вышли, и вот эта площадка тоже будет, в принципе, полезна на вооружение. В целом, при склейке с прошлым контрактом у нас просматривается вот какая картина. Активность сейчас на текущем новом свежем контракте. Я думаю, что это связано как раз с экспрессными ставками, с выборами. Пока не утрясется, все внимание туда уделяется. Поэтому криптовалюта, она, в принципе, двигается за счет средств массовой информации, новостей и разных слухов разных, якобы, каких-то разработок. Ну, вы понимаете, она не будет двигаться вообще, в принципе. Никому Ethereum или там Ethereum никогда не нужен был. И если бы не раздували какую-то вот эту вот закулисье, да, какие-то слухи, еще что-нибудь. Навязывалось, что это нужно, никто бы ее не открывал бы вообще. То есть, соответственно, сейчас все, все финансы, средства массовой информации воротил рынка, ушли туда, на политические дебаты, на разные выборы. И, соответственно, на крипту пока на паузе. То есть, она не сильно рухнула до 40, пока вот не пускают ниже. Тут как раз и WP проходит. То есть, ниже вот средневзвешенной по относительно объема и цены не упали. Но два таких вот, ну, импульсивных сброса было седьмого. Это причем был оборот, сейчас скажу, 11 тонн. И понедельник, да, вот 28 и 200. То есть, они такие были импульсивные. Но и оба, причем сразу же на следующий день идет торможение. Тут боковой, второй день боковой. То есть, спокойно удержит Bayer. По какой-то панике особо не наблюдается. Но, в целом, пока Bayer еще ни одного ответного удара не совершили. То есть, это как бы дельта 36, 67, 80 по сравнению с 250, 280 дельта и на шорт пока не сопоставимо. Здесь было таких никудышных три дня вроде бы как бы на восстановление, на рост. Но даже до 44 дошли, но не удержали. Давайте посмотрим по дельному срезу. Вот такой вот у нас селлер. Селлер, то есть, ядро по сути шортов у нас сосредоточено 40, сейчас скажу точно, подтянется, 43, 44 и 100. Грубо говоря, в этот коридор, вот он, плотно, все на селлерах. Цена сейчас сюда возвращается. Если не смогут пройти Bayer этот коридор, могут быть пока проблемы с ростом. И это, в принципе, объяснимо как раз за счет того, что все внимание ушло сейчас не на чудо финансового рынка, а в децентрализованной валюты, а непосредственно на бытовые вопросы, кто будет управлять кукольным театром. Вот. Одна бабушка уходит, вторая приходит. Соответственно, по дельте вы видите, что, ну, где-то недели три стабильно преобладающая агрессия идет со стороны именно продавца. Фиксируют на всякий случай перед процентами ставками, перед выборами, но не дают особо уронить. То есть, они, в принципе, заинтересованы. Если они сильно уронят сейчас биток, там, тот же эфир, соответственно, возможно, подтянется лавина фиксации, и это будет им ненароку, потом уже тяжело будет остановить. Вот. И ликвидность, кстати, вот по сравнению с прошлым контрактом, здесь было там 4-5 тысяч контрактов за сутки. Тут уже 11, то есть, ну, была уже такая вот 12-тонная махина по обороту. По дельте у нас пока рекордик получается 360, вот на покупку 316, и на продажу там тоже около того. Но обороты текущей недели 5, 2, 6, 8 и 2, 6, 2, 5, 7, и вот сейчас 9, 6. Это пятница, ребята. Вот этот маневр 9, 6, практически 11 тонн забрали. Ценник пока внутри недели, поэтому те, кто еще надеется на бай, вполне может быть, не вешайте нос гардемарином. Вот так выглядит дельта на склейке, то есть, 3 дня действительно там были покупки. И сейчас вот 52 контракта пока. Ну, цена откорректировалась с 40, с половиной 4700 уже на половину торговой сессии. Ну, пока хорошего сигнала со стороны байера не видно, и это вполне нормально. Поэтому, если вы в продаже висите, вы можете держать. Ну, за коридор этой недели поставьте просто стоп-лосс. И хорошим маячком будет на предмет того, чтобы байеры вернулись, они начинают активно это все дело тарить. Соответственно, еще ликвидность подтягивается, дельта на бай. И хотя бы сопоставимо понедельнику движение, вот прямо в идеале было бы еще и в понедельник. То есть, вот такой же понедельник, только не на шорт, а на бай. Мы возвращаемся вот в коридор, где они плотненько утрамбовали 47200, 48700. Вот этот коридор плотненько плиту такую на покупку. То есть, это было вот здесь и вот здесь. То есть, байеры возвращаются на свои же уровни, докидывают еще ликвидности, чтобы спрос усилить. И поезд отправляется. То есть, здесь вот три дня мы видим тоже байеры штурмовали 42600 по 41900. То есть, вот диапазон тоже на поддержку могут очень плотно удерживать. В качестве сопротивления вы видите эти уровни. То есть, это 44-е. Вот три дня такие немножко мелкие, но есть. И непосредственно 44600 еще с понедельника. Дальше идет вот этот вот блокпост 47200. Я же вот так вот. Будьте осторожны. Здесь может еще быть, потому что три дня прям кто-то очень люто шортил. Видимо, знали, инсайд какой-то пошел. Вот. И сейчас пока вот ситуация подвешена. Я думаю, пятница так, в принципе, подвешены и закроется. То есть, ядро пятницы находится вот как раз на диапазоне поддержки. Если его спокойно проходят дальше по цене на 48, соответственно, на паузу покупки берете и все. И со следующей недели просто заходите на битку. По золоту ситуация выглядит вот так вот. То есть, предыдущие две недели закрылись очень так, финиш на 17 числа. И, как вы видите, на этой неделе особо не было ажиотажа на вход в позиции. То есть, неделю там с чудом 400к было. Вот стартанули, подняли до 405 и пока удерживают. То есть, вот этот вот вход был с 21 числа до 23. То есть, это вот эти три сессии, центральная вторая, кстати, четверг. Соответственно, при срезе по объему, вот это ядро будет у нас ключевое. То есть, хотя здесь тоже есть площадка, двухъядерная неделя. Два ядра может сформироваться там понедельник-вторник. Ушла среда, четверг-пятница сформировали второе ядро. Ступенчатая такая формация. Здесь такая более реверсивная получается. То есть, понедельник-вторник ушли, среда останавливающая. И четверг-пятница уходит вниз. Получается, четверг-пятница с понедельником сформировали вот это второе ядро. А вторая среда и кусок четверга получается первое. То есть, реверсивная формация, причем на шорт. Вот. И здесь у нас получается вот этот вот блокпост. Давайте сейчас адельта включу. То есть, подкрытый он интерес, у какого-то жесткого ажиотажа, и открытие на комикс золото не имеется. Я думаю, опять же, это все, пока фондово не начнет рушиться полностью уже там, из-за каких-то обстоятельств тогда, золото начнет очень жестко тарить. Ну, пока вот все внимание, опять же, взяла на себя немецкая активность. Ну и плюс Япония там тоже, из Китая, на повестке дня, которые стоят сейчас новости. Диапазон 17, 72, 17, 82, 10 баксов аккурат, как золото любит. И поддержка, вот вы видите, да, 50, даже можно взять седьмую, и вплоть до 47-ой. Тут 20 долларов поддержка. Ну, вот самая плотная часть, такая прям рабочая, это вот 47, 50, 17, 57 по 51. Вот 6 баксов тут прям плотненько по агрессорам. Но коридор отстаивали, то есть старались. Это как раз вот на той неделе здесь тоже четверг-пятница остановились, и на этой неделе четверг-пятница остановились. И причем на золоте, я вас уверяю, это не просто так происходит. Если четверг-пятница на одном и том же уровне еще на неделю вернутся, то какой-то банки, она отстаивает какой-то диапазон, и не пустит ни в жизнь ниже этого диапазона. В общем, я вам показал, вы выводы сделали, подумайте, обмозгуйте в понедельник уже, если вы не в позиции счета. Вот такая картина. Если там выберут не того, кого нужно было, соответственно, может быть какая-то негодование, фиксация позиции, хотя бы там на немецком рынке фондовом. Значит, 5,7, то есть вот это все падает, вы видите четверг, а по дельте, по агрессору его откупают. И вот пятницу еще на штуку 300. Тут тоже падали, тормозили 6,700. То есть такое ощущение, что каждое снижение начинает тормозить, и это прям явно 17,64 BWP. В целом, если удержат этот уровень поддержки, можем 1800 и дальше уже по ходу движения на север. Стоимость барреля нефти только на руку росту по золоту, я думаю, сильно не уронит. Плюс фондовый рынок пока такой шаткий. Не то чтобы шаткий, под вопросом. Многие фиксируют на хаях позиции, соответственно, бонусы, которые с фондового рынка, почему бы не вкинуть в стабильную вещицу. Ну, не именно прям на фьючер, а просто на эти фишку какую-нибудь там вангард или стандарт фонд каких-то очень стабильных людей, которые там фондируют этот добывающий компанию по золоту. А фьючер уже просто в корреляции уходит. Итогов. Получается у нас 46. Это биток. Sorry, sorry, я что-то уже заработал сам. Уровень поддержки я отметил. На него все внимание. Ну и по сопротивлению давайте сейчас более. 17,87 еще вот этот уровень перед пробитием. Ну его уже тестили на этой неделе, как раз его упереть. Уже себе показал. Это вот по свежим следам. Это вторник, среда, четверг ушли. Ну, ценник сейчас практически у минимума недели. Скоро будет, поэтому очень внимательно с покупками. Осторожно. Значит, по открытому интересу именно открытие позиции было 22-го, 23-го. Это у нас получается 23-го было открытие позиции. Дельта на байна. Ну, должны их хорошенько отработать, но посмотрим. Рубль. Контракт буквально 2-5-7 дней. Свеженький. И пока вот 74-е, 75-е, туда-обратно небольшие колебания были в понедельник. Они вернулись на 73-700. И, собственно, здесь пока ядро контракта текущее, вот свежее. Значит, по ликвидности идут ровно. Буквально там почти под 3 миллиона было 22-го и 22-го числа. Все остальные сессии 2, 2, 2, 3, плюс-минус. Открытый интерес. Смотрим. Есть ажиотаж. В целом, как бы, было буквально, ну, можно сказать, простой. Просто под к этому интересу особого вливания не было. И 3 дня вот эти вот очень интересные. Они идут прям по волатильности идентичные. Все 3 сессии с намерениями на шорт. То есть, open close на продажу 1-2. А этот нейтральный. И 25-19 по 26-42 прирост в открытых позиции. И вот у нас 120к было. Здесь пару точек вбросили неплохо. И, соответственно, нейтральная. И тоже, в принципе, 77к. Но ценник, видите, где находится. То есть, такое ощущение, как будто они сняли с топори и вернулись обратно. Итак, что мы имеем? У нас есть уровень, который в начале контракта отгрузили. Так. Чем выше стоимость бочки нефти, тем в целом для экономики лучше. И уровень вот этот могут, в принципе, попробовать сдерживать. То есть, 74, 140, 74. Вот очень плотненько это за вот эти три дня. И диапазон 17-го числа. Давайте сейчас посмотрим на склейку и на споте. Значит, из 5-ти сессии у нас получается 3 на buy. На прошлой неделе вот 3 подряд. И коррекция, в принципе, терпимо отложена с 75-й на, опять же, 73-ю. И все равно откупают. То есть, такое ощущение, что, кстати, кто воспользовался рекомендацией просто нефти, не пропустил мимо ушей, а мои замечания по поводу рискового всплеска активности на этой акции. Это часовик, значит, 15-е, 16-е число. Просто запредельные какие-то обороты. И, соответственно, также сессия за сессией. Вот здесь уже готовили почву. Покупают, покупают. Видите, дисбаланс практически каждого дня был на buy. Потом в эти дни тоже, как бы, итогово у нас на покупку. То есть, вот здесь был такой минус полтора миллиона, а потом целый день тарились на buy. Брос топорей. И 22-го числа, видимо, уже дали зеленый по немецким выборам партнеры, что будут заказы, будут контракты. И, соответственно, начали рост нефти паковать и уже толкнули на 614-ю. И это все с 563-й, да, может, даже чуть раньше началось. Но пока, вот видите, идут, тарят на рост. Есть вот моменты. Вот так выглядят даже на вечерке, они просто мощные какие-то объемы проводили. Так, это перед закрывашкой, сейчас покажу. 176-й, это объем в одном теке. Это, скорее всего, одна сделка. Вот, это единственная была сделка крупная на шорт. То есть, все остальные сделки, вот этот сегодняшний, 24-го числа. А вот 22-го, сейчас вам покажу. На Роснефти были только крупные байеры. Вот по дельте все вот эти вот шпильки зеленые. Зеленые, это вот крупные единичные трейды, по сути. И я вам даже покажу сейчас, с какого масштаба. Я поставил фильтр по пятнашке. Так, 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 сейчас мы его активируем. И вот точки, где были трейды, единичные трейды, то есть по рынку. По сути, вот одним трейдом заходило по 15 тонн. Это вот длина Роснефти. И если кто еще сомневался об эффективности объемного анализа, на акции Роснефть отлично демонстрируется, как крупные трейды повторяют прямо в одну цену, просто через какое-то время. И это не совпадение, не какой-то набор позиций. Просто крупный игрок, вот ему нравится, там, 580, там, 95. Он эту же цену через какое-то время снова проводит этот трейд. Потом этот уровень защищаются. Потом при пробитии хая набрасываются еще два крупных трейда. Этот же уровень потом защищается, не пускают. Ну, то есть тут как бы на открытом вебинаре как раз момент полностью рассмотрим. На примере Роснефти просто отчетливо видно, как можно считывать, что происходит на рынке, куда двигается крупный игрок и еще с какими у него рыночными намерениями. То есть вот здесь, допустим, эти все крупные трейды были на покупку, вот итогово. Здесь тоже расширение, удержание позиций тоже на покупку. Вот здесь вообще прям целый армагеддон пошел. Но опять же, это можно было спокойно реализовать и превратить в прибыль, если вы каждый день, ну как, это работа на самом деле, трейдинг это работа. Это не развлечение, это не казино, это не покер. Это вот ежедневно одно и то же практически делается и до скукоты просто. Вот именно бытовая рутина, рабочая, как на любой профессии. Скрипач, учитель, кузнец, то же самое. То же самое, куется все, поется и учится. То же самое здесь. Это не пропустил кто и прислушался. Соответственно, в той неделе еще маячок я дал. Вот 22 числа можно было залезеть, запрыгнуть. Значит, и последний у нас получается РТС. Ну, рубль, как мы посмотрели здесь, все пока. И вот на Спотиусе 3 дня, ну вот, 21, 22, 23, орудует продавец. То есть, вот здесь как бы по ликвидности, если не ошибаюсь, там, а, да, вот 2,9, 2,8 было. То есть, немножко подскочила ликвидность и заинтересованы немножко участники. Ну, не ажиотажно, прям, ну, супер. Но, в целом, пока, вот, 73 туда-обратно болтают. А ликвидность немножко поднялась, это уже хорошо. Значит, смотрим. Раскачали рост, вытолкнуть за 73 с половиной, но не тут-то было. Опять на 3 дня ушли продавцы. Даже есть вот уровни отпечатались уже 72, 72, 200, 160к и, ну, 73, 2, это уже у байеров, там, непосредственно, почти под полмиллиона. Ну, а сам факт того, что по 100, по 200к, дельта, суммарно, за день, итогово имеется, это факт. Вот уровни, в общем-то, можете брать на заметочку. Какой-то прям, вот на следующей неделе уже будет понятно, что я с этим рублем делать. Исходя из того, что у нас баррель нефти, ну, и плюс фондовый, вроде стабильно пока, особенно если брать рост нефть. Процентные ставки вот буквально отчитались. Сейчас банки там прокалькулируют, что им нужно, и начнут с рублем воротить. Поэтому, вот, я думаю, после немецких выборов, там будут уже на следующей неделе какие-то курсы брать, да, именно какой-то курс выстраивать. Как видите, просто третья неделя идет боковик и такой достаточно противный. Итак, на предыдущих контрактах я вам неоднократно на Wall Street Online показывал, что ключевые точки вот выглядят именно с такими информациями. 2-3 дня идет набор ликвидности с каждым днем, потом идет пиковая точка, как раз зачастую реверсивная, и небольшой спад. То есть они вернули цену практически туда, где ее взяли. Вот эта стартовая массивность у нас на S&P. И отбарабанили вниз, причем вот этот весь процесс продолжался на покупках, видите. То есть они выносят, грубо говоря, те, кто там становился на бай до последнего прям, и возвращают обратно. Вот сейчас после выходных уже, если все тип-топ и у этих Ротшиддлев и Рокфеллеров все идет по плану, они вполне могут опять встать курс на север, особенно против всех. Никто может не верить уже, что еще будет рост. Они будут, если 8 триллионов кинули просто в никуда, скупили фондовый рынок, они, естественно, сейчас его раскачают еще выше. Там просто этому пузырю еще на 20 на 20. И тут как бы ядро на покупках, там где 8-700 на продажу, это практически нулевая для такого оборота. И дальше у нас идет нулевая, 8-900 еще раз. И 5-400, ну здесь ядро на покупке. Вернули туда, где и взяли. То есть остается только 44-72, 44-80 пробить. Там немцам нормально все, выборы провести. 5 сессий, ну фактически 4 сессии на стабильный, аккуратненький рост. 5-ая, естественно, перед выходными остановилась. То есть по поддержкам тут нету прям такой хорошей площадки. Можно взять вот среду, макушку, если будет тестировать, то есть в принципе 44-й, 2-0. Вот, то есть как сценарий, что могут просто импульсивно уже в понедельник расширять, если узнают итоги. И самое главное быть у станка и не пропустить, собственно, раздачу плюшек. То есть сценарий не сложный в принципе, но по ликвидности, как видите, тут уже спустились до 1400. Не самая такая прям топовая и ненормальная. Ну вот по открытому интересу тоже на паузе стоять, как в принципе и все остальные. С вами был Миша Лемах. Надеюсь, обзоры полезны. Ставьте лайки, задавайте вопросы, стараемся ответить на них. Вам хороших профитов и попутного профитного тренда. До свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok